Каждое лето такое. Школа. Дети, сегодня мы будем бегать 100 метров, потом метать гранату, а потом так и быть можете поиграть в футбол. Дом. Блин, что-то дома так скучно, что такое поделать? О, придумал. Ань, давай в догонялки поиграем. Давай. Ты вот. Так, даже не вздумайте бегать, сейчас что-нибудь зацепите и разобьёте. А я что у вас миллионерша? Блин. О, точняк. Сделаю мячик из бумаги и буду сбивать им бутылки со стола. Даже не думай. Во-первых, я не дам тебе бумагу на фигню переводить, а во-вторых, ещё что-нибудь разобьёшь. Ну, мам, а можно хотя бы в футбол поиграть? Конечно нет. Ну, я аккуратно. Просто по полу покатаю мячик. Ну, ладно. Упс. Даник. Каждое лето такое. Дом. Шесть лет. Эх, побыстрее бы в школу. Я так соскучился по друзьям и по любимой учительнице. 17 лет. Мама, отпусти. Нет, я не хочу в этот зверинец. Сынок, давай. Остался всего один годик. Нет. Школа. Шесть лет. Как же я люблю ходить в школу. Тут все мои друзья. Я так люблю с ними проводить время. 17 лет. Да какие же вы тупые. Боже, когда я закончу школу и больше никогда вас не увижу. Каждое лето такое. Дом. Мамуля, ты самая-самая лучшая. Я так тебя сильно люблю. Ты самая красивая, самая справедливая, самая добрая. Ладно, держи. Ну, больше такое не прокаять. Спасибо, мам. Школа. Даник, у тебя три за последнюю контрольную. Наталья Владимировна, вы сегодня такая красивая. Да и вообще вы знали, что вы моя самая-самая любимая учительница. Правда-правда. Ой, ну что ты. Ладно, Даник, хорошо. Ошибочки у тебя там были не такие уж серьезные. Поставлю тебе в этот раз пять. Каждое лето такое. Дом. Ну ладно, просто полчасика полежу спать. Точно не буду. Полчасика отдохну, а потом пойду проводить свои крутые выходные. Блин, я что, уснул? Так, сколько сейчас времени? Наверное, час дня. Чего? Семь вечера? Зашибись. Крутые выходные. Школа. Блин, седьмой урок, так устал. Ладно, если я полежу 15 секунд с закрытыми глазами, ничего же не случится. У тебя что? На уроках настолько много времени, что ты спишь? Все, завтра с родителями к директору. Каждое лето такое. Школа. Дети. Эй, ты чего толкаешься? И что ты мне сделаешь? Я все твоей маме расскажу. Нет, пожалуйста, не надо, прости. Подростки. Эй, ты чего толкаешься? И чего? Есть какие-то проблемы? Нет, 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 ничего. Я просто хотел попросить у тебя прощения за то, что встал у тебя на пути. Дом. Э, слышь, АВП отдай. Да ты знаешь, что я с такими при встрече, как ты, делаю? Так давай я приеду, говори адрес. Э, э, ну, Эд, пацан, не надо, я просто часто переезжаю, тебе неудобно будет, да и вообще я не хочу, чтобы у тебя потом проблемы были. Короче, живи, я тебя отпускаю. Каждое лето такое. Школа. Если я буду хорошо учиться, то мои родители будут мной гордиться, а потом я получу хорошую работу. Так что постараюсь получить сегодня много хороших оценок, а дома обязательно сделаю домашнюю работу. Дом. Ой, да нафиг нужна эта учёба, все великие люди ушли после девятого. Каждое лето такое. Школа. Ну, вроде никого нет. О, в школьный туалет ходишь. Фу. Блин, да хватит открывать дверь, я в туалет хочу. Пацаны, все сюда. Да факт. Дом. Ну, тут мне уж точно-то никто не помешает. Сына, мне там стиралку включить нужно, моешь быстрее? Малой, мне голову надо помыть, давай быстрее. Сынок, давай быстрее, папка тоже хочет. Да факт, вы серьёзно. Каждое лето такое. Дом. Блин, точно, телефон в комнате забыл. Ладно, сейчас аккуратненько возьму. Куда? Я только полы с утра помыла, совсем совести нет. Школа. Куда по помытому пошёл? Эээ, так здесь же суха вроде. Ты ещё будешь спорить? Сейчас как дам шваброй. Каждое лето такое. Школа. Дети. Тема нашего урока, слаймы, их виды. Ааа, паук, сквозь паука. Ааа, паук. Ааа, мы все умрём, ааа. Дом. О, паучок. Наконец-то добуду нити. Каждое лето такое. Друзья, а если вы хотите получать только хорошие отметки, тогда обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Школа против каникул. Домашка. Школа. Даник, ты домашку сделал? Ага, вот ещё пару примеров и всё готово. Каникулы. Даник, ты домашку сделал? Мам, так у меня же каникулы. И что? Это не повод не делать домашку. Ну, мам. Школа против каникул. Уборка. Каникулы. Дань, убери дома. Мам, у меня голова болит. Да и температура ещё вроде. Давай потом. Школа. Дань, убери дома. Мам, у меня голова болит. Может, в школу не идти? Но она уже прошла, и я себя отлично чувствую. Что нужно делать? Школа против каникул. Обед. Школа. Так, большая перемена, поэтому быстро сбегаю в столовую и куплю себе булочек. Каникулы. Так, у меня вообще-то каникулы, так что могу позволить себе начать кушать сейчас, а закончить где-то через неделю. Школа против каникул. Игры. Школа. Сынок, хватит играть в своём компуктере. Глаза посадишь и вообще, завтра рано в школу. Хорошо, мам, ещё полчасика поиграю и пойду спать. Какие полчасика? Пять минут и в кровать. Ну, мам. Каникулы. Сынок, хватит играть. Бегом спать. Ну, мам, у меня же каникулы. Ааа, каникулы? Да, ещё целую неделю. Ну, тогда... Это нифига не меняет. Пять минут доигрывай и быстро спать. Школа против каникул. Свидание. Школа. Маша, пойдём завтра гулять. Слушай, я бы с радостью просто завтра в школу, там, домашку делать и все дела. Каникулы. Маша, пойдём завтра гулять. Слушай, я бы с радостью просто завтра в школу и... Как это? У нас же вроде каникулы. Каникулы? Ну, да, просто... Школа против каникул. Качалка. Школа. Блин, пора бы к лету подкачаться. Эх, жалко только, что времени нету. Вот начнутся каникулы, и сразу же начну качаться. Каникулы. Хотя, я и так ничего. А к лету качаются только в пендрёжнике. Вот начнётся учёба, буду ходить на физру, там и подкачаюсь. Школа против каникул. Время. Школа. Боже, как же долго проходит день. Сначала три урока, потом обед, и потом ещё четыре урока. Шесть. Каникулы. Ой, какой чудесный день. Сделаю за сегодня столько всего прикольного. Неделю спустя. Чё? Завтра в школу? Стоп, стоп, стоп. Это как так быстро время пролетело. Школа против каникул. Уборка. Каникулы. Сынок, уберись дома. Мам, ну я так занят. Давай попозже. Час спустя. Ну, сынок. Да, да, ещё полчасика, и я обязательно уберусь. Школа. Сынок, уберись дома. Мам, я так за... Слушай, а если я уберусь, можно завтра на первый урок не идти? Ну, я подумаю. Мам, давай я ещё и пол помою, и окна, и старые вещи в гараж отнесу. Школа против каникул. Правда. Школа. Пацаны, давайте приколимся и включим на уроке одновременно ультразвук. О, давай, прикольная идея. Да, давай. На уроке. Так, дети, записываем. Многочлен состоит из нескольких маленьких... Так, что это за звук? Ой, как смешно. Каникулы. Так, приколюсь над мамой и включу ультразвук. Ожидание. Да, что это за странные звуки? Ой, как громко. Боже, что это такое? Реальность. Да, нет. Ты что, совсем дебил? Школа против каникул. Жиза. Школа. Так, будете себя так дома вести, я не собираюсь это выслушивать. Каникулы. Будешь себя так в школе вести, я не собираюсь это выслушивать. Школа против каникул. Утром. Школа. Даль, вставай, уже почти 6 часов, выходи в школу через 10 минут. Ну, мам, сейчас. Каникулы. О, 6 утра, супер, значит побольше поиграю в Майнкрафт. Школа против каникул. Игры. Каникулы. Школа. Школа против каникул. Химия. Школа. Дети, берем оксид углерода, смешиваем с азотом, добавляем в ТОР, и цвет в пробирке меняется. Каникулы. Так, берем какую-то синюю штуку, потом красную, заливаем и получается... Сынок, ты тут совсем офигел? Школа против каникул. Физкультура. Школа. Так, 10 отжиманий, потом 10 приседаний и можете играть в футбол. Каникулы. Короче, сначала мне машину помой, потом мамины закатки в подвал отнеси, ну а потом можешь там свои роблексы, шмоблопсы играть. Школа против каникул. Репетитор. Школа. Да Ник, твои мама с папой меня попросили, так что теперь после уроков я буду подготавливать тебя к экзаменам. Да фак, как она меня бесит, скрипы каникулы. Каникулы. Блин, как круто, каникулы, никаких уроков, нет Светланы Ивановны, ура! Чё? Привет, Даник, мы там в школе не успели доделать задания, так что теперь я буду приходить к тебе домой на каникулах. Чё? Каждое лето такое. Ребят, ну как вы не поймёте, школа это ваш второй дом. Хммм. Так, чё там у нас за тема сегодня? Эээ, забудьте, что я сказала. Вот так всегда, друзья, а если вы хотите продолжение этого ролика, тогда обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и отправьте его всем-всем своим друзьям. А вот рандомные комментарии с прошлого ролика. Если ты тоже хочешь попасть в следующее видео, тогда пиши как можно больше разных комментариев. Ну а на этом всё, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok